Воскресенье из мертвых Воскресенье из мертвых Смертью смерть поправ И сущим в крови живой дорогой Отец наш Небесный, молим Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа Благослови нас на все занятия Даруй нам мудрости понять Слово Твое Принять сердце и вспомнить Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение Отец Сын и Святой Благослови В прошлый раз были какие-то занятия, какие-то небольшие, так сказать У меня предложение к вам обращать, что начать с того места, где когда-нибудь две недели назад Сколько лет назад остановились Потому что в прошлый раз там бестолкование было Потом кто-то принес тупкование Где мы остановились? Ну как думаете? Как сделать? Или сфернался к моему? Да, почти никого не было Почти никого не было, так скажем Помните, прежде, пошел дождь, развелись реки Ну там падение дома было Пошел дождь, и не пришли, и не на занятия Отсюда мы исходим На чем вы остановились? В 13 главе, да? Там другая притча начинается Да У меня закладка здесь, другая притча В общем, 102 страница первого тома Это в этих изданиях А ну, там может быть по-другому, смотрите В общем, от Матфея 13 глава, 24 стиха А, ну, кстати, вот первые 23 стиха мы прошли с вами Какую притчу? Давайте перед глазами у вас был текст Осеятели, да? Да И осеятели есть даже не то, что стихотворение, а песнопение Но я, конечно, петь сейчас не буду На зря Хорошо постараюсь Если бросить зерно Если бросить зерно Если бросить зерно Что тогда будет с ним? Если вдруг упадет при дороге оно То достанется птицам одним Нам Господь говорит Будет ли слово расти? Как нам жизнь изменить И добрый плод принести? Если бросить зерно В каменистых горах Там, где солнце печет И безводный песок Пожалеешь потом О бесплодных трудах Не найдешь ни один колосок Ну, примерно так Нам Господь говорит Будет ли слово расти? Как нам жизнь изменить И добрый плод принести? Если бросить зерно Под высокий забор Где колючки торчат И растет ли беда То пожнешь ты тогда Сорняки и лесок А плодов не найдешь никогда Если добрую почву Посеешь зерно Твое дело пойдет Очень скоро На лад Заложим урожай Заложим урожай Золотым урожай Вернется оно В десять крат Двадцать крат Во сто крат И припев Нам Господь говорит Будет ли слово расти? Как нам жизнь изменить И добрый плод принести? Не слышал он? Еще старая песня Слова Как раз по притче Так и называется притча Осеятеля Ну Другую притчу начнем Разбирать Осеятеля вроде все понятно Уже и пропета И сказано многое Да? Теперь как исполнить Только Двадцать четвертого по тридцатой стихи Другую притчу Предложил он им Говоря Царство небесное Подобно человеку Посеявшему доброе семя На поле своем Когда же люди спали Пришел враг его И посеял между пшеницей Плевелы И ушел Когда взошла зелень И показался плод Тогда явились и плевелы Придя же рабы Дома владыки Сказали ему Господин Не добрый семя Сел ты на поле твоем Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им Враг человека Сделал это А рабы сказали ему Хочешь ли мы пойдем Выберем их Но он сказал Нет Чтобы Выбирая плевелы Вы не выдержали Вместе с ними пшеницы А ставьте расти вместе То и другое до жатвы И во время жатвы Я скажу жнецам Соберите прежде плевелы И свяжите их с рапой Чтобы сжечь их А пшеницу Уберите житницу мою В нашей местности Тоже эта притча Можно практически Так сказать Знакома Когда на грябках Что-то Полишь А если растения Культурные маленькие С сорняками Может Вытащиться Да Толкование В первой притче Сказал Где его Земля добрая Добрые люди Или добрые помышления Плевелы суть Ереси И худые помышления А посеявшие их Есть дьявол Спящие люди Суть те Которые По нерадению Лености Дают место Еретикам И дьяволам И худым мыслям Не сопротивляясь Им мужественно Рабы Означают Ангелов Которые Негодуют Видят в душе Человека Ереси Или нечестия И желают Исторгнуть Всей жизни И сожечь Как еретиков Так и вообще Мыслящих Лукаво Но Бог Не позволяет Погублять Еретиков Вооруженную Рукою Дабы Вместе с ними Не пострадали И не были Погублены И праведные Вот Блаженный Фехилат Говорит О том Что Бог не позволяет Погублять Еретиков Вооруженную Рукою Он опирается Конечно же Большей части На Златоуста Святителя На Златоуста Об этом Говорит В истории Мы видим Обратное Ну Все услышали Инквизиции Это у католиков Да А у православных Разве не было Гонений И физического Уничтожения Еретиков Было Это тоже История Известна То есть Мы вот изучали Историю Семинарии В 14 веке В 15 веке Ересь Жидонствующих Была Ересь И начальники Конечно Это Как правило Были Священники Или даже Епископы В данном случае Священник Вот И началось Это с Новгорода Там В Москву Перенеслось Даже При княжественном Дворе Воскреском Тогда Иван Третий Был Вот Тоже Это ересь Были заражены И Иосиф Володский С князем Иоанном Третий Разговаривал Не раз Беседовал И подталкивал На то Чтобы Еретиков Физически Уничтожать То есть Казнить Он Был против То есть В течение Примерно Года Князь Ну Так Рассуждал Что Ну Это Как Не по Писанию Нельзя Этого Делать Но Потом В конце Концов Пошли Казни То есть Его Переубедили Ну Это Конечно Какой Эпизод Единичный А Были Другие Случаи Что Середниками Как Нас Писание Вычет Беседовать Вразумлять Его А После Первого Второго Вразумления Отвращаться Если Он Не Изменяется Зная Что Такое Развратился И грешит Будучи Что Сам Осужден Ну И В канонах Это Говорится Середником Беседовать Кротко А не Так Что Раз Действия На моей Стороне Да Я Еще Властям Прибегну По Слову Милицию Полицию И мы С тобой Сейчас Разберемся Далее Толкование Равным Равным Бог Бог Не Хочет Погубить Человека Из-за Злые Повышления Его Дабы Так Ж Не Погибла С Ним Пшеница Например Если Б Матфей Исторон Был Исей Жизни Когда Был В числе Плеев То Вместе С Ним Погибла Б Им Впоследствии Прозянут От Него Пшеница Злова Его Точно Также Точно И Павел И Разбойник Когда Были Плеевами Не Были Истреблены Но Оставлены Жить Дабы Впоследствии Произросла И Добродетель Ну А теперь Каждый Может Добавить И я Когда Я Не знал Бога Ну Некоторые Выросли Конечно Верующих Семьях Но Все равно Когда Были Малыми Еще Скажем Интересно Духовно Что там Всякое Бывало И вот Господь Миловал Ждал Когда Будет Этот момент Обращения Настолько Многомилостивый Господь Сколько Таких Случаев Было Что Думаешь Господи Да Как же Ты терпишь Еще И мы Видим Сейчас Что На земле Троится Да Какие Беззакония В этих Локальных Войнах Там Донбасс И Сирия И прочее Но В то же Видим Если Внимательно Смотрим И Вот Христиан Допустим Убивает Сирию Это Факт Известный Да И даже Ролики Снимает С криками Аллах Акбар Там Палачи Стоят Лицо Лицо Как правило Закрыто Но Видим Что В Сирии Появляется Такая Сила Что Начинает Этих Террористов И так называют Бобить Это что Само по себе Может быть Это тоже Если рассматривать Внимательно Это от бога То есть Как некий Бич На этих Террористов Да И Божий суд Святитель Азатаус Говорит Он совершается Каждый день То есть Мы видим Как Какие-то Случаются Катастрофы Падают Самолеты Происходит Война И в частности Над каждым Человеком Это так же Совершается То есть Когда мы Приходим В храм Наисповед И В совести Все это Перебираем Да Это уже Господь Судит Наши помышления Умерение Сердечное Что мы Сверяем Священие Писания То есть Себя Очищаем Наисповед Это тоже Происходит Очищение Это тоже Здесь уже Как Божий суд Ну конечно же Главный суд Будет впереди Так он называется Страшный суд Так вот Видите Вот эти Плевелы Как говорится О Павле О других Которые еще Когда не были Христианами Возрастали Но потом Что из этого Получилось Когда обратились Эти Светочки Матфея Павла И так далее Посему Павел Павел Есть Есть такая Школа Покаяния Сколько я смотрел Видеофрагментов И читал Кое-что Сестра Принасирует Ничего Антиправославные Этого не видят А восстают Сильно В частности На лидеры Этого движения Там крестьянские Общие Православные То есть Это забытое И поэтому Люди об этом Не знают Им об этом Не говорят И видят Слышат вдруг И принимают Это Так можем сказать Штыки даже Так вот Здесь тоже Ну школа Покаяния Я слышал Что он говорит Как даже Укоположенный Насколько Достоянный Да Он же Исповедуется Все Да Он священник Нет 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 А то Мне говорили Что он Мирилен Чтец Даже Вот Ну сейчас Он вне храма Там Видишь Вопрос На нем Митрополит Прямо Там Сильно Восстали Да Или 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 Это Все раскидает Вас Поэтому Не может Уйти Сейчас Не помню Кто говорил И святых Что если Делают Это от Бога То обязательно Будут Что Препятствия Не так Все Гладко Как по маслу Ну да Хватон и говорит У нас Гладко Что Как по маслу И мы Даже Стали Сомневаться Правильно Мы Идем А тут Бахли Начались Эти Занимы Помните Тоже Потеря 25 лет Недавно По милости Божьей Вначале Поначалу Говорили Бульдозерами Все Тут Сметем Что Какие были угрозы И все Дело такое Что Ну и здесь Села разрушаются Нигде А тут На основании Таких традиций Что вы задумали Авантюристы Всяк называли Так что Вот это Дело Божье Оно Всегда Препятствия Будут Можно Я Однажды У батюшки Нашего Спросила Почему В Томске Он говорит До революции Там было Более 40 храмов Я Так Удивилась Зачем Зачем Сколько Храмов На один город А он говорит И дело в том Что В каждом Краме Была Как бы Своя Община И вот Этот Священник Он окормлял Определенное Количество Людей Которых Знал Как Наш Батюшка Нас А сейчас Если взять Барнаул Там Сколько Храмов На весь Город Конечно Никто Не знает Что Такое Община И что Такое Суть Вот Этой Общины То Есть Очень Мало Конечно Кирилла Сахар Возьмите В Москве У нас Здесь Быть У него Община И А форма Одежды А благослужения По старому Обряду Вечерняя Шесть часов Все Как положено У них Пение Моление Да Я к шести Подошел Думаю Ну сейчас Уже скоро Кончится Что Подон Еще Три часа Ну это Так Выслить Слух Вот Потом Возьмите Геннадия Фаста У него Тоже Кто ездил Туда Брат Владимир Был Там Геннадия Фаста Там же Тоже Общая Но мы Не увидели Мы только С ним Встретились Мы с ним Да Ну так Получилось Что Нагрян Неожиданно Это как Вы когда С Игнотием Ездили Да На Восток А потом Как его Толстенко Василий Отец Василий У него Собрались Прихожане Тоже То есть Но это те Которые Вы знаете Обратились Через Инать Тихоновича И вот Получили Вот такие Знания Можно даже Сказать так Духа Святого Чтобы Организовывать людей Не просто Чтобы приходили Вот где Сестра Ольга Она похлон Кстати Передавала Неделю назад Ездила Ну этот сад Уже Похлон Там Завяло Ну Некий Какой костяк Есть Приход Но Община Еще назвать Ну Можно с натяжкой Так Потому что Бывает Сестра Собираются Там Что по храму Приготовят Трапезу Все это А я говорю Больные Как вы Посещаете Ну Как-то Ну Почему Сестры Есть Еще такие Что Ну Вот этого Нет То есть Общинная жизнь Не на полную Так скажем Поэтому Надо возвращаться К тому пути Который Старый Есть Пусть древний Идите по нему Да Пророк Иеремия Говорит А ну Они сказали Не пойдем То есть Народ Жестокосердный Это Иеремия Говорил Тогда К Израилю Вот Путь древний Идите по нему Шестая глава Шестнадцатый стих Если не ошибаюсь Игнать Ихович В свое время Этот стих Его коснулся Когда он искал Где Правильное направление Христианства И он прочитал Путь древний Стал изучать Православие И понял Что это та церковь Которая придет От апостола Так Ну По этой притче Что еще Добавление Какие вопросы Святитель Иоанн Златоуст Опираясь На эту притчу Говорит Что Господь Запрещает Убивать Войны Запрещает У нас Бывают Дебаты Такие По этому поводу С православными Был у нас Здесь Раньше Был и романах Почему он раньше Был Сейчас он уже Не романах И он Напрямую Говорит Надо воевать Да Хотя он Православный Беседовали с ним Так и не убедили Кто будет защищать Если мы Возьмем Древних Святых Отцов Писаний Древних Святых Отцов Тертулиан И других Они говорили Что христиане Это мирное Племя Мирное Вот Но это подборка Очень богатый Материал На тихом Часть О войне Как-то А я говорю вам Любите Любите Врагов И там Все это Приведено Мирное Племя А почему В истории Такие случаи Были Ну это Отклонение Это напрямую Надо говорить И не бояться Вот я помню В армии Тоже Приведу Часть От присяги Я отказался Ну со мной Стали беседовать Офицеры А в чем дело И Заместитель Командира Части Он и приводит Пример Ну православные Воевали А я взял Евангелие Привед Место Где Господь Говорит Не клянись Никак Вот То есть О клятвии И о том Чтобы оружие Говорили Не буду держать Оружие А на остальных Работах Согласен Пожалуйста Ну а как же Говорит Сербий Радонежский Благословил Этот пример Всегда приводит Благословил ли еще Или это так уже Нам представляет Тоже вопрос Есть такая Версия Что он сказал И ты Иди Победишь То есть Он как бы Даже пророчески Сказал Ты Иди Победишь А благословение Это уже Потом Прибавил ли Прибавил ли Прибавил ли Ты в оружии В оружии не держишь Но ты там С ними вместе Ты им Кошелаешь Имеешь ввиду В армии Слава Богу Войны не было Парисейство Какое Парисейство Прямое Ты такой же Соучастник Походишь Были Стрельбища Я не пошел На стрельбище Да при чем тут Стрельбища Ты в ступень То есть я оружие За всю службу Вообще Дело не в этом Ты Согласись Виктор Что ты В этом В этой организации Был Ты форму носил Ты помогал Все делал Кроме Сил Да Кроме как Оружие Не брал Отдавайте Кесарево Кесарево Все равно Божие Богу Поэтому я Кесарево Обладал Гот Но присягу Не принимал Удивительно Но Сейчас же Экспермативная служба Есть Да Сейчас Предоставляешь Каким-то категориям Выраждан Не Я просто сказал Что все равно Во всем Стоянии Я говорю Заучастники С теми Кто Был намерен Это с твоей позиции С твоей позиции Это с позиции Суда любого Если был бы суд Например Ну вот так Гипотетически Война бы Произошла Виктора не убивал Оружие не держал Но он участвовал Во всех этих Остальных Моментах Или ты бы Бежал вообще Я бы вообще Расстрелять Раз отказался От присяги Еще в военное время Опять случаи Известны Так Жития святых Такие примеры Есть Что воины Когда обращались Становились христианами Господь Господь их касался Они оставляли оружие Более того Своих подчиненных Как Андрей Стратилат Стратилат Это был и начальник То есть по нашему Как полковник Увел Увел своих подчиненных И они сложили оружие И догнали Где-то там В узком месте В ущелье Они встали на колени И были посещены Как трава Все Мы-то все-таки Должны помнить Что есть вечность Что Со смертью тела Все Не кончается Это за Христа Пострадавшие Мученики Возьми Серафима Саровского Это уже ближе 19-е Вторая половина На него Напали Разбойники Он говорит Был такой здоровый Что мог раскидать С топором был Он там работал Опустил топор А хотел Хотел что-то там сделать А потом Говорит Делайте со мной Что хотите Они вот так Разукрасились Чтобы приснать На всю жизнь Таких примеров Не мало Я же не говорю Что уйдите Убивайте Я про другое Сказал Или не то Я что-то сказал Дело в том Что если бы коснулось Непосредственно В воин То он Безоружный Ты пожалуйста Его убивай Он не сопротивляется Тебе ничего Какое тут фарисейство Какое тут фарисейство Вот это выход твой Ты гражданин А я уже Гражданин Вот тогда Отвлекись от всего Государства Я государство защищаю Есть армия На это Поставлю Ну так Ты не делаешь Ты гражданин Ты должна Я должен отдать Я про это Игрыручно Я должен отдать Долгу Я должен защищать Саши родных и близких Я не об убийстве Веду речь О защите Родных и близких Но он же Участвовал В защите Ты участвовал Или я сидел В банке Технически Но ты содействовал Тем кто будет Убивать Патетически Согласись Ты вместе Ты вместе С ними Как С одной В одной организации Когда написано Что накорми Врага Накорми врага А это солдаты Которым я свидетельствовал Да Их кормил Там И она Куркина Говорит Ребята Оружие Не берите Вот сейчас Подобные были Дебаты Как с тобой Немало Просто Прапорщик Как это Невозможно Не укладывается Но и в сердце Надо Народиться Слышать Я так скажу Аминь Тогда все Станят На свои места А почему Допустим Даже Тереть Это нет Он когда Беседовал Ну там В военкомате Насколько я слышал Он что то не так Скажу Там священник Даже был Священник Ну Убеждал Что ли Надо идти В армии Воевать И все такое То есть Они за это Это не рождем Нас свыше Более того Фотографии есть Даже видео Богословляют оружие Там Ракетоносцы Большая подводная лодка В Санкт-Петербурге Епископ Окрапляет Танки Там Чечни И так далее Может так это будет А ты сложила Да Я Не Просто я Можно На книге Конечно Спросить Конечно Видишь Мне кажется Не то что путаешь А Есть Так как бы Одно Понятно Духовная сторона А есть Мы то люди И мы живем здесь Когда Христос Был здесь На земле Он так же Наверное По всей видимости Держал эти деньги В руках Он так же Кирсы Отдавал Да Сказал Петру Надо отдать Иди вот поймай Рыбу вытащим И отдай Он не сказал Все Мы святые Вы апостолы Не вздумайте отдавать Нет Он же сказал Иди отдай Вот Поэтому В чем вопрос Ты гражданин Этой родины Ты Этой земли Ты здесь родился Государство Тебя там Не знаю Ну Какие то блага В итоге Ты человек Мужского рода Ты пошел Отдался Каким образом Помогал Там где то Варить Или что то Ты делаешь Ты верующий Иначе ты не можешь Брать в руки Оружие Ну и все Не бери Будешь там Не знаю Конюшни чистить Или еще Забыть Он так Про парисейство Что вроде бы Оружие нельзя Вроде брать Я вроде оружия Небраться Не ездит Но все равно Что в армии А чего Возвольте есть Ну как Возвольте Ну как Возвольте У приказа У приказа же есть Своя степень Например Блуд И предуподействие Там Какой то больше А какой то меньше Все шли И так же Целовали в Англии Причищали Причасти отлучали Ты сейчас Про другое говоришь Мы говорим Что Мы вообще В Сибири сейчас Как Ермак В Сибири Завоевал Давайте Ищем Давайте Истынем От этой земли Она же Кровь Кролит Наших врагов А где тогда Жить Она вся Земля Пропитана Кровью Можно так Знать Где тогда Жить Если по твоему На Луну Лететь Абсурдно Найдем Сейчас Про присяги Нет Про оружие Ну вроде как Он оружие Не про нашу Лечность Или все Отвергнут Всем наших Святых Кто Задержены С оружием В руках И Кто Не поверит Кто Христу И Ты 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 Говоришь Не Здесь Ну главное Что Не Убрать Оружие Суды Суды Вот это можно, вот это нельзя. Будет суд, и потом Бог-то рассудит в этом, как-то там, твои надеяния, или конкретно, что ты делал. Есть на тебе кровь или нет. Одно дело, да, ты там, где ты ходишь, подаешь, другое ты ходишь, там, отбиваешься. В воскресенье я не ходил в работу. Там всякое было, что мне уже угрожали, вплоть до того, что в город у меня отрежут, ищут, говорю, что. А другие идут, а я не иду в воскресенье. А в другие дни, я говорю, буду ходить до Пасна, до себя, до себя. То есть вот этот водораздел надо поставить, что можно, что-то делать. У меня все, как в палинские времена, сладились, и в Сталину его подразделили. Потом доверите, и его можно прожидаться 25 лет. И вот ни одного праздника, ни одного воскресенья нет. Лапкой его положили, вот так лапку сюда душили, ему в городу сбреяли. Ну, лапкой тебе надавят, что ты делаешь? Ничего не делай. Но ни одной его праздника, ни одного воскресенья не было. Но когда я его свободе не получил, весь лагерь в Новосибирске, это Кривощупка, Валикан, где там лагерь у нас, на крышах, весь лагерь, вся тюрьма вышла, такого отрадесния не было. Он сказал, у него книги забрали, служебная милиция, начальник забрал, он говорит, сделай мне эту чернильницу, тогда он токарь, ну, шифр разрядок, он сделал и поставил его. Он говорит, о, а крышки? А он говорит, книжки-то не все отдали. Он из сейфа вытащил, книжки отдал, он говорит, книжки-то не все отдали. Он говорит, да ты что, такую красоту, книжки-то не все отдали. И когда он вытащил последнюю краску из кармана, но ни одного воскресенья не нарушил. И когда он вставал на молитву, за ним человек 10-15, евреи, татары и кто только, и мусульмане, и все мы говорим, Александр Иванович, начинай молиться. Как себя поставишь? И здесь точно... Господь сказал, помогу мужественному. Господь не сказал, помогу славному, немощному, мужественному. Запомни, сколько раз в Библии это слово употребляется. Он же не отказался от службы в армии, не отказался. Он просто проявил себя так, как он должен был, как это, как это, как хостяне. Все, а там ты вот это вот, это уже твои навороты. У меня сверху всю войну прошел, Германию победу встретил, в армии Рокоссовского служил. Но ни одного человека не убил. Ни одного человека, он с рацией пробегал. И меня, говорит, Господь так сохранил, даже царапины не было. А родной отец, уходя на войну, сказал, Господи, если тебе угодно, если я вернусь живой, буду детей всех дохаживать и стариков. Такой каяк, тядька, говорю, что я обед дал Богу, завел. Ну, вернулся, как должен, и без руки. Ну, зато вот, в деревне двух или трех бабушек наша бабка доходила. Так, ну, хорошо. Живой пример. Ему 25 лет, а расстрел дали, да? Потом 25 заменили. Заменили 25, и 5 без голоса голосования. Веду по правдому государству. Сталин только умер. И евреи, ему говорит, Александр Иванович, а я его правосуд. Вас, Господи, а там, говорит, за то, что. Умерли бы. Но Сталин умер, нам ведь не сообщали, да, или три дня не сообщали. Так, ну, давайте дальше пойдем. 31-32 стихи, иная притча. Иную притчу предложил он им, говоря, Царство небесное, подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом. Так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его толкования. Горчичное зерно означает проповеди апостолов, которые объяли всю вселенную. Хотя их было немного, так что на них почивают птицы небесные, то есть те, которые имеют легкие и парящие высоту ум. Будь же и ты горчичным зерном по виду малым, ибо не должно хвалиться добродетелю, но должно быть теплым, ревностным, проворным и обличительным, а не ласкателем и лицемером. В таком случае, как совершенный, ты соделаешься больше других растений, то есть слабых и несовершенных людей. Так что и птицы небесные, то есть ангелы, будут почивать на тебе, как человеке, ведущем ангельскую жизнь, ибо они радуются от правильных. Вот видите, сказано, что должно быть ревностным, проворным, обличительным, а не ласкателем и лицемером. Часто говорят, что вот как Игнат Тихович там обличает, а почему так надо вот не так приходилось не раз, слышали? Обличителем необходимо быть, чтобы вскрыть вот этот гной греха, можно так выразить. Златоуст тоже в одном из получений. Или мы будем на больное место просто замазывать, закладывать, или вспорим это место, чтобы гниль вся вышла. Потом уже надо приложить пластырь. То есть обличение, оно необходимо. Мы видим даже на страницах Священного Писания, сколько было обличений. Человек исправился. Сам Господь обличил, обличал не раз парисеев. По рождении хитин, говорит Иоанн Притечник. Такой тонн, ну если бы мы представили сейчас, мы приехал бы сюда не митрополит Сергий, а сам святитель Иоанн Златоу, вдруг на машине времени перенесся, пофантазирует болеть. И вот он стоял и говорил слово. А это все записано. Я, говорит, не вижу здесь людей, я вижу тут стадо жеребцов и кобыл. Ой-ой-ой, да мы все, наверное, вышли бы. Ой, какой грубиян. Не то слово. Ну, конечно, там аудитория была такая, что прихожане, что им надо было это сказать. Он их постоянно трепал, ну уж я говорю, вместо слова обличал, синоним обличал, да, трепал за то, что ходили на эти скачки. Телевизоров не было, а ипподром, это вот зрелище. В храме мало народу, снова их трепет. Я буду говорить до тех пор, пока вы что, не исправитесь. То есть проявлял ревность, заботу о том, чтобы они исправились. Ну вот, человек, который согрешил, и как бы, так бы все это и осталось, неохотанно меняться. Вдруг гром обличения, вот это неприятно, все сжимается в нем. Но Господь делает так, чтобы это все к покаянию шло. Конечно, говорят, что надо и обличителем быть мудрым. Все правильно. Чтобы быть мудрым, изучать Слово Божие. Жить соответственно. А то ты сам обличаешь, а в чем-то может рыться пухло у тебя. Ну и что из этого выйдет? Поэтому тоже жизнь должна быть согласно заповедям Божьим. Тогда Господь тебя будет побуждать, даже не то, что обличительству, а с любовью. Как это сделать? И видите, сказано, что ангелы будут почивать. Наоборот, на тех, которые живут неправильной жизнью, будут демоны почивать. Ну как вот, добавим к этому месту. Так, ну по этой притче что? Два стиха. Но есть еще короче притча. Это еще среднего размера, да? 33 стих. Иную притчу сказал им Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все, толкование. Закваскаю, как и зерном горчичным, называет апостол. Как закваска, при всей своей малости, делает все тесто таким, как она сама. Так и вы, говорит, преобразуете весь мир, хотя вас и немного будет. Мера была у ингеев подобна, как и у нас. Например, фунт, пуд и другое. Некоторые под закваску разумеют проповедь под тремя мерами три силы души, познавательную, чувствовательную и желательную. А под женой душу, которая, скрывши проповедь во всех своих силах, смешивается таким образом с нею, заквашивается и освещается от нее. И так нам всецело надо закваситься и притвориться в божественное. Вот самая короткая притча из всех три меры муки. Но еще есть такое объяснение, что в воле, разум и чувство закладывается закваска Духа Святого в разум, воле и чувство. Человек меняется. А как узнать, что он меняется? Как это видно? По внешнему даже видно человека. Можно различить верующий и неверующий. Вот у нас батюшка часто путешествует, где он был-то? В Греции. И увидел там женщины в платочках. В Греции. Другая страна. Я так сразу понял. Это у Марии мы спрашивают, она его там везде водила. Так это, говорит, ботист. А я, говорит, так и понял. Сразу видно. По делам отличить. Отношение к разным обстоятельствам жизни. Ну, будет время, как раз я по этому поводу статью небольшую прочитаю. Из журнала «Душа». То есть, вот как неверующий поступит, и как верующий. Так, комментарии. Говоря о проповеди Евангелия, Иоанн Златоуз постоянно повторял, что он один ничего не успеет, если его прихожане, его слушатели не понесут дальше то, что они слышали в храме. Он умолял быть проповедниками всех, до последней женщины, до последнего раба. Он говорил, посмотрите, как 12 апостолов сумели заквасить, охватить проповеди всю вселенную. Признайте же, насколько худы мы, что если нас так много в одном городе, и город все еще ведет себя как языческий. И указывал, например, проповеди апостолов, которые объяли всю вселенную. Перенося события из Константинополя в Россию, мы можем сказать, что проповедь Евангелия в России не стояла никогда на первом месте. Такую задачу не ставили ни патриарки, ни архиереи, ни священники. Перед революцией 1917 года в России было 1275 монастырей и 57 тысяч кранов. И оказалось, что это огромное силище умышленно закупоривалось в монастырские стены. Эта закваска не попадала в мир. И этот мир был заквашен другой закваской, безбожной агитацией людоедов. Сегодняшняя ситуация полностью до мельчайших деталей повторяется то время в России перед великой катастрофой. Патриарх проезжает по России в 2002 году и в рождественской своей речи, говоря о духовном состоянии России и Церкви, на первое место ставит строительство храмов как признак возрождения духовности. Все же сектанты, самые экзотические еретики пытаются подражать апостолам в деле проповеди. Делом проповеди в мире занимаются все, кроме православных. Православие заквашивается только строительством храмов, исповедью и причастием, и стремлением к власти. Мы же должны проникнуться до глубины сердца этой самой короткой притчи Христа о трех мерах муки. Уши, сердце, руки. Услышал, поверил, исполнил. Без проповеди Евангелия, без первой меры муки и все остальное остается в прежнем состоянии. Мы должны учиться, воспитываясь на страницах Священного Писания и подражать апостолу, которые с проповеди Евангелия облетали всю вселенную, как накрыли, чтобы и наша проповедь, как и проповедь апостолов объяла всю вселенную. Ну вот я взял, принес книгу «Две России XX века, 1917-1993 год», автор Пушкарев, издательство «Посев». Привез ее москвич, своего сына привозил, Тимошу, сюда, в лагерь, может помнить, в прошлом году, значит, ошибся. И вот до поры до времени она лежала, а тут думаю, дай почитаю. Ну я вот кратко тут о чем. «История России при советской власти и история сопротивления советской власти с введением, излагающим предпосылки крушения исторической России и заключением, где кратко отмечены события и тенденции послесоветского времени, содержит хронологическую таблицу, указатель имен с биографическими данными, для курсов по истории России в высших учебных заведениях, для преподавателей в старших классах средней школы, для работников молодежных организаций и всех, кому важна отечественная история. Ну, соавторы, кроме Пушкарева, здесь Александров, Балмасов, Долинин, Цветков, Сурганов, Штамм, то есть коллектив целый. Ну вы знаете, раньше история однобокая была, да? В советское время, помните, кто там учился? Триумфальное шествие советской власти. Триумфальное. Что там такого триумфального? А когда уже перестройка-то началась, и до нас другое, другая информация стала доходить. Понятно, что это означало, триумфальное. То есть, какой был красный херрор. Я помню тогда в школе, я же учился, уже перестройка началась, в конец 80-х, до 90-го учился, и там один из преподавателей говорит, что, ну вот, во многом говорят, раскрывают там всякие вот архивы, документы, ну вот не трогали были Ленина. То есть, напрямую преподаватель говорит, это как святое, ну не трогали бы его. Тронули, ну еще не до конца пока, еще на площади труп лежит, да? Я просто хотел немножко зачитать здесь разгул красного террора. Немного, конечно, читать страшно, но это уже известные факты. Чтобы представить себе повседневный лиг красного террора, приведем в выдержки исследственных актов и судебно-медицинской экспертизы различных ведомств, как правительства Колчака, так и большевиков. Они относятся к Уравлению и Сибири, но сотни страниц таких цитат можно привести по югу, северу и западу. Труп номер один. Весь челюсть полностью разбит, нижняя челюсть сломана. В нем Нина Константиновна Богданович и опознала своего мужа Семена Павловича Богдановича. Труп номер два, три, четыре, пять, ну, так вот перечисляется, я просто подробно и выменю, это не буду читать. Вот. В отношении епископа Феофада имеется определенное сведение, что он после истязания был утоплен в проруби реки Камы. Другая цитата. Одним из спавшихся обитателей баржи была подробно описана ужасная смерть несчастных заложников, которых убивали по очереди топорами, ручьими молотками. Экзекуция продолжалась всю ночь. Трупы замученных были брошены в каму. Была описана страшная мучительная смерть захваченных красными на Уфимском фронте 26 чехов. Помните, белочеки были, которых повезли через всю страну. Да, они восстали, кстати. Их беспребрежно мучили три дня и три ночи, и потом топором отсекали отдельные члены в туловище, пока они не скончали страшных муков. В один из праздничных дней два пьяных красноармейца проходили мимо городской купальни, где купались дети. Один из красноармейцев стал хвастаться, что он, стреляя без промаха, доказательство же предложил застрелить купающегося мальчика. Затем к ужасу проходивших дорожан красноармейец действительно прицелился в купающегося мальчика, выстрелил и убил его. Говорят о белом террории. Это тоже имело место, но здесь вот авторы его, соавторы не так пишут, не так, что все-таки не было таких, знаете, захвата заложников массовых, как вот красный террорий. А в чем, почему-то эти заложников захватывали, потом даже казнили. Когда белое, ну кольцо было вообще вокруг Москвы, с юга там немножко, я вам расскажу, и Деникин наступал, с востока там Колчак, то есть, где Москва, центральный район, Кольцовский был охвачен. А потом, когда Красная Армия стала эти районы там белых освобождать, так скажем, и узнал, что население это многое, на стороне их было. Они их и кормили, там, и поили, и так далее. А кто это делал, не раскрывает, они заложников и давали их убивать. Вот, по этому случаю такое было. У белых как было, что они, я как бы не защищаю их, он не подумает, и тоже был стрелок, но они собирали войско, набор делали, а крестьяне-то не хотели идти. И тогда тоже там начинались и восстания в Туу-убьё. А здесь просто, видите, человек как демоны, которые вели себя таким образом, что всех могли поднести, в том числе и своих, которые не хотели до них быть. То есть, там молотинка началась. То есть, красный террор имел, конечно, более широкий раздман. Расстреливали тогда семь человек, в том числе служащие из отдела снабжения. Выступил комиссар Акулов и заявил, и заявил, что ему хочется сейчас попробовать свой браунин, убил из него первого из числа приговорённых. Затем вышел, кажется, коммунист Заякин и, помахивая своей машинкой, прошу прощения, шашкой, отрубил в два приёма другому приговорённому голову. Третий комиссар не знает, чем бы отличиться своих товарищей, приказал следующему из осуждённых рыть себе могилу. Могила оказалась слишком короткой, когда с таких топор, кому не сотрубил несчастного ноги помогили. то есть каждый перед друг другом как бы жестокостью сооригенали. И вот вы как раз в комментариях сейчас читали, что столько было разрушено, а такие были жестокости. За что, Господи, за что нам это, да? Это вопрос не я первой это задал, тогда уже, почему это так на земле произошло? Бог же попустил это быть. И вот эти, те же коммунисты, там, большевики, это же бывшие прихожане, как тут сестра сказала, мы только крышку целовали, они что мы знали. Это когда Марцинковский ехал в поезд профессор, проповедник, и с матросами такими встретился. Ну, матросы обычно в это время полупьяные или пьяные такие вот носились по стране, красноармейцы в том числе. И они там рассказывали, как издевались над кем-то там над священником, а он говорит, так разве так в Евангелии написано? А не, что мы его читали, ответ будет, мы только крышку целовали. Вот так. Ну, если будет желание, когда сам прочитаю, то написано оно не в том стиле, как в советском время, естественно, не стилизованное, а вот именно две России, красное движение, белое движение и дальше движение сопротивления, то есть как он параллельно такой идет, что происходило у нас в советское время, что происходило значит с белыми эмигрантами, движение против коммунистов, большевиков, оно не превращалось. И в сталинское время, казалось бы, что там, там же Сталин, его аппарат всех задушил, не тут-то было, восстания были, крестьянские восстания, столько много восстаний, что в учебнике мы историю изучаем, там только верхушки касается. У нас в Сибири, в Западной, на Алтае были очень крупные восстания, десятки тысяч участвовали, ну конечно, белые были во главе этих восстаний, они организовывали крестьян, а крестьяне, когда несколько месяцев прошло после переворота, они поняли, какая это власть. Поначалу крестьяне вообще были как бы не участвовали, в основном это рабочие же большевики шли, их задуманивали, что пролетариат, бьющая сила, диктатура пролетариата, а крестьяне-то потом поняли, кто они такие эти медоеды. Ну вот и не было проповедей, в итоге выросли плевела, о чем мы и говорили, плевел вот этого учения, что всемирную революцию надо перекинуть на все страны, чтобы пролетариат везде восстал, были попытки их сделать большевиков. Они пошли на Варшаву, но там поляки казались сильные, и пролетариат не восстал, удали там по зубам, ничего не получилось. Стали революции совершаться после 1917 года в Германии, в Венгрии, но там ненадолго. То есть советские республики подержались небольшое время. То есть северной революции, как Ленин хотел, не получилось. Он думал, что будет с СССР на весь мир. Об этом и историк военный пишет слово, его знаменитые книги, там, ГИМ, о том, что Сталин первый хотел напасть в Германию, что СССР вовсе не миролюбивая страна, как ее представляли. Но об этом не. То есть СССР в 1922 году был создан с той целью, чтобы постепенно коммунисты присоединялись почвей. Раз евангельской почвы не было, то произошли другие идеи. Вот она и жестокость вылезла. Мне что мы знали, мы только крышку целовали. Поэтому когда мы в храме находимся, нам внимательно слушать, что читают, а то мне что этому матросу так вот подобно будем говорить. А мне что мы знаем, только крышку целовали. То есть заложить не только надо на полочку книгу, а вот в сердце заложить. Услышал, поверил, вспомнил. Ну вопросы какие, дополнения. Ну вот я хотел может быть не всю даже статью сейчас прочитать детский бог или лечение от ненависти. Как нам лечиться от ненависти? Как вы думаете? Какие есть лекарства? Молитва. Молитва хорошее средство. А еще если ты в ненависти, как ты будешь молиться? Если ты в гневе, как ты вообще можешь что-то там вас вас славь богу? Значит что? Надо научиться увидеть себе этот гнев. Прийти в себя как блудный сын, да? У Копылова есть песня, вот она поет там, значит, один человек был очень гневливый, и ему отец посоветовал, ты вот как только прогневаешься, забивай гвоздь в стол. И в первые дни было это до сорока ударов, вот забивал гвоздей, потом все меньше, 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 и пришло к тому, что он все, не стал забивать. И чтобы утвердиться в этом, теперь ты каждый гвоздь вытащи обратно. Вот так и излечился от гнева. Немного столько гвоздей вытащили. Оригинальное лечение. Давайте я вам почитаю, какое нам предлагает. Это заголов детский бог лечения от ненависти, а под заголовок очень личная колонка архимандрита Саввы, фамилия Мажуко. То есть его воспоминания. Какой замечательный был у меня друг. Молчаливый, сдержанный, печально строгий. Мы вместе учились в семинарии. Кажется, я его немного боялся, потому что он мне оказался настоящим мудрецом с темными непроницальными глазами. что бы он ни делал, куда бы ни шел, у него в руках всегда было евангелем. Аккуратная маленькая книжечка, которая удобно ложилась в карман кителя. У нас карманные. Помните, долго тоже положишь, везде возьмешь поездку. грузим грузим картошку, моем полы, поем хоре. Как только освобождались руки, в ее ладошке тут же появлялась Евангелие, и мой товарищ погружался в чтение. Но чаще всего он просто держал на руках. И мне это очень запомнилось, потому что как мы, верующие, смотрим на священный текст? Бережно, благоговеренно, трепетно. И вот этот темноглазый семинарист с лицом пионера-героя как-то по особому вносил Евангелие, пальцами впивая синий переплет, и смотрел на него совсем удачи, будто боялся, что его выхватят, из рук. Он не просто держал книгу в руках, он держался за нее, по-другому не скажешь. Однажды я очень осторожно спросил, почему при тебе всегда Евангелие, ты его просто из рук не упускаешь? Лечусь от нервности. Вот такой ответ, краткий и волнующий. Я, конечно, знал про его историю с пьющим отцом, который истязает маму, мучает братьев и сестренку, и как это тяжко простить, примириться, отвлечься. Не надо уточнять и переспрашивать, но этот неожиданный взгляд, как вспышка молнии, этот чистый огненный гнев, где-то на дне глаз, плевящий годами. Прекрасный и всепожирающий, особенно когда ты знаешь, что по-человечески ты имеешь все основания перерезать горло мучительно. Как страшна и как обворожительна ненависть, как трудно противостоять ее пленительной красоте. Кто может спастись от ее сладкого плена? С годами я понял. Бывают такие минуты, когда ничего не остается, как просто схватить в руки Евангелия и не выпускать, не отпускать его от себя, держаться за него, потому что это последнее и самое верное лекарство от всеразрушающей и обезличивающей ловины ненависти. Ну, не только от ненависти. Известны случаи, когда пил один, запивался просто, ему посоветовал духовник, что читай Евангелие, как вот появится такое желание. И желание, оно туда появлялось, и тут же главу из Евангелия. Потом снова оно появлялось, аж не отступает рукам, и он снова главу из Евангелия. И это, конечно, труд большой для собой, потому что искушение подходит, и так и любой грех, можно сказать, что-то подходит такое Евангелие, и это очищает душу. А еще после молитвы, когда еще будет действие средства. Так, готов? Ну да, очень важно, почему и заучить места писания, именно для себя, которые нужны, против твоих грехов, которые у тебя. но куда же скрыться от нености, если ты даже не знаешь, где она тебя достигнет. Ну и дальше история, опять же, я возвращаюсь после революционного времени, уже гражданской войны, читаю о гонениях на верующих, 1922 год. Русский город Шуя, старинный, уютный, большевики принимают постановление провести в воскресном сомнении города процедуры изъятия церковных ценностей. Ну, здесь много я перескажу. Начался голод, спровоцированный самими же большевиками. Вот, согласно Пушкареву, около пяти миллионов погибших было. Точно, не точно, но там не установили уже точно. А большевики что сделали? Чтобы помочь голодающим, спровоцировали изъятие ценностей. И вот тут-то народ стал бунтовать. Не просто бунтовать, а восставать за оружие браться. Вот тут-то искушение ненависти подошло. Наш патриарх Тихон призывал, убеждал, чтобы не делали никаких погромов. То есть его слово, он Слово Божие говорил, оно сдерживало. Ну, кого-то, знаете, сдерживало, кто-то нет, кто-то был верующий, кто-то нет, были же разные люди. Поэтому были погромы, восстания. И вот в этот город Шуя как раз пьяные красноармейцы пришли, заходили в храм с табаком, в шапу, в куражках, в алтарь проходит, все изымает, и тут ненависть народа. Но народ сдержался в тот момент и не пошли на кровопролитие. Ну, а дальше пошли уже процессы, о чем тут кратко пишется. Митрополит Вениамин, причисленный к Лигу Святых в Санкт-Петербурге, был расстрелян. То есть он не призывал к восстанию, но он просто вел переговоры против, чтобы изымали таким способом ценности. Именно какой-то, как он, если я не ошибаюсь, найти компромисс. То есть надо помочь, но не так варварски путем. И дальше уже пошли эти процессы в 22-й год. Это, в общем-то, начало, можно сказать, было конкурсионного геря. Наши святители оказались верны Евангелия. Они поступили мудро не как политики, как ученики Христовы, потому что настоящая мудрость только там, где подлинная доброта. Святитель Тихон умолялся в ком и народ проявить терпение, не допускать кровопролития и озлобленности. Евангелие учебник доброты. Трудный учебник. Простой и трудный. Почему простой, а почему трудный? Вот так пишет вам, интересно пишет писатель настоящий. Легко прочитать, потому что исполнилось. Трудно порой исполнить, когда не отвергнешься своей. Ну так охота обидчику как-то ответить. Что-то там сказали. на твоих глазах что-то совершается отход отомстить кого-то убить это вскипает или не вскипает. Защитить охота. Что ты будешь смотреть как обижают ближайшие помолять защитил а как иначе? А есть небесное учение Господь говорит не убей а это не слышат не слышат к сожалению как сказать обстоятельства разные Ни на мгновение нельзя нам убить В ней кстати технич например было занятие по скайпу он сказал ну ты защити ближнего ты ему не ногу поломай ну как сказать обезвредь его не обязательно убить не обязательно убить вот остановить зло как-то так я не знаю у тебя как-то все вопросы зациклены мне этот вопрос он очень не волнует очень важный вопрос этот важный ну а почему нет я зачем псу и тогда все ходил в армию служил сейчас давайте в армию вообще уберем да никто не говорит о нас так давайте дочитаю и так потом мы можем с тобой рассказ да если вас дискутировать по поводу армии так не на мгновение нельзя выпускать его то есть евангелие из рук и из памяти сопротивляясь ненависти злобе за всех сил пусть это и требует почти не человеческих усилий но если даже мы христиане не лечимся от злобы и ненависти что станет с нашим замученным зачумленным миром Христос детский Бог Он настанет доброты и учитель не злобе помните он говорил если не будете как дети а что он имел вверху кстати что он имел вверху расскажи пожалуйста быстро обращай что ребенка наказал а он все равно не перейдет вверху до речи но ты помнишь кто маленький ребенок 2-3-5 лет я только до 2 лет до 2 лет его наказали сколько через 5 минут он тоже подходит с книжкой с капельюмом не так как в фильме нахоленок когда дед молился бомб касался он бух утюг в этот момент а дед то что он его продрал хорошо ну дедуля если у тебя зубы выпадут я тебе жевать не буду это уже нахоленок испорчено ну уже возраст может 10-12 лет а маленькие как брат говорит не злобе кровь все равно к маме к папе к маме особенно хоть она и шлет не может только доброта делает богоподобным если выбор между добротой и справедливостью будься престол останься с добротой спаси себя и эту измученную землю от ненависти ну конечно рожден я тут со статьей ну вы совсем согласны хотя я вам пока чат читал просто подискутирую я тоже совсем мой сестра кто ты скажешь поэтому полностью чем согласны чем не согласны пока не знаю но что-то смущает что-то смущает вот рожденному свыше для него вот эта ненависть борьба будет всю жизнь понятно но ему не надо будет так бороться как человеку который невозрожденный тот вообще будет в помрачении да а здесь ему будет помощь Божия поэтому я здесь не совсем согласен что такое напряжение от ненависти надо отстать не ну случат семинаристом понятие случат семинаристом это понятно у него на глазах отец что делал да и он в картины в памяти это все и он ходил конечно тяготился и Евангелие браво и он успокаивает вообще это не только отменности лекарства более расширить если добавить даже от всего случаи разные бывают да есть искушение иударить и такое да но рожденный свыше он если пал он сразу же встает потому что он грязь все он от него отмахивается не будет он лежать как свинья яка свинья в крову помните в каноне сказали что-то нехорошо сказали но в каноне об этом говорится покаянно яка свинья в крову лежит так и я греху служу так что ну такие небольшие кто-то еще может что выскажется по поводу прочитанного ну прочитанного я просто хочу стихотворение рассказать да пожалуйста она общеизвестная такое если кто увлекается какой был писатель писатель Никитин Иван Савич и вот мне одно стихотворение понравилось как у вас конструктивно про Евангелие он говорит измученный жизнью суровой не раз о себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя сил как дышат святые звуки божественным чувством любви и сердце тревожно у муки как скоро смиряют они здесь все в черно-сжатой картине представлено духом святых и мир существующий ныне и бог управляющий и сущего в мире значения причина и цели конец и вечного сына рождения и креста тернов мудринец как сладко читать эти строки читая молиться в тиши и плакать в черпоте логи из них для ума и души аминь аминь где-то у меня тоже записано она опять спецнапель да так ну еще что все закончили на этой ночи евангельской ночи не на военной только аминь на военной земле логи герния радуйся и по небе радуйся твой сын воскресет предневек тропа и мертвые возле новые людей веселитесь святись ассвятись а новый в и слава Слава Бога Господня, на Тебе, Ребуссия, Грекуй, вини, веселись, а сегодня ты же чистая, Красныйся, Богородица, обостань и Рождество Твоего. Дорогой Господь, благодарим Тебя за это тихое, мирное время, за эту возможность вникать в Слово Твое, в Святой Евангелие, в Вечное Евангелие. Слава Тебе! Изучать толкование Святых Отцов Церкви Твоей истинной. Слава Тебе! Благослови, Господи, нашего пастыря, протерея Акима, сохрани его в пути, добрый ангел хранитель, да сопутствует ему. Благослови, Господи, детей наших, братьев, сестер наших, меньших, Слово Твоё доселяется в них обильно, со всякой премудростью. Приготовь их сердца к слышанию Слова Твоего, к принятию, чтобы они услышали, поверили и исполнили. И нас помил в милости Твоей ради. Благослови, Господи, всех болящих, братьев, сестер, скорбящих, гонимых за веру, томящихся в узах за Слово Твоё, милующих, питающих нас, подающих нам милостырь. Тебе за всё хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Бог. Субтитры создавал DimaTorzok